Первая научная конференция, посвященная фотонным компьютерам, прошла в Орфеадсвнеев под эгидой создаваемого в Сарове Национального центра физики и математики. К нам в город приехали представители 14 российских организаций и предприятий, занимающихся исследованиями по заявленной тематике. Фотонные компьютеры – актуальный вопрос в научной среде. Мир переходит от электроники к фотонике, когда требуются большие высокопроизводительные компьютеры и серьёзные вычисления. Фотонные машины призваны заменить классические электронные машины, вычислительные, поскольку они уже подходят к пределу своей производительности. Соответственно, мы считаем, что будущее возможно за фотонными машинами. И сегодня как раз решается вопрос кооперации, как ведущие предприятия и научные организации России будут взаимодействовать для создания такой машины. На самом деле, если это удастся, это будет большой прорыв. В мире такие машины, которые используются, реально ещё не создано, то здесь Россия, можно сказать, идёт на острие мировой науки. Понятно, что уже классические методы, они не справляются с задачами, которые ставят перед искусным интеллектом. Поэтому нужно переходить к приборным, к новым приборным парадигмам в искусственном интеллекте. Это вот как раз фотонные вычисления. Безусловно, такие мероприятия необходимо проводить. И интересно то, что уже такие специфические города начинают принимать участие. Это говорит о том, что, в общем, интерес действительно большой и необходима нашей стране. Фотоном-компьютером посвящен один из больших проектов программы Национального центра физики и математики, который сейчас создаётся в нашем городе. К нему привлечено большое внимание, чтобы организовать работу по этому проекту, и проходит конференция. Доклады, которые представляли участники конференции, были посвящены кибербезопасности и искусственному интеллекту, применению нанофотоники для оптических вычислений, разным подходам для решения задач развития как компонентной базы, так и вычислений средств программирования фотонных компьютеров. Рафиат Снеев также представил свои исследования. У нас непосредственно в ОТМФ разрабатываются логические элементы для будущего вычислителя. Есть уже два патента, есть несколько научных публикаций в признанных журналах. То есть работы ведутся. Но, конечно, это только самое-самое начало. Подводя итоги конференции, научный руководитель Рафиат Снеев Вячеслав Соловьёв отметил высокий уровень представленных докладов и поставил задачу сформулировать предложения по тем проектам, которые будут реализовывать в рамках НСФМ. Какие-то ключевые задачи, которые мы должны с вами обозначить, двигаться в этом направлении. Дальше хотелось бы сказать, что такая конференция, эта площадка, наверное, нам дают сделать традиционной, чтобы ежегодно подходить итоги нашей работы, слушать, что делается в организациях, которые сегодня здесь представлены, достойно представлены. Вице-директор Объединённого института ядерных исследований, председатель НТС НСФМ, академик РАН Борис Шарков поддержал предложение сделать конференцию ежегодной. Он отметил, что НСФМ стал магнитом и фокусом деятельности по ряду направлений и местом прорывной науки, технологий и инноваций. И на этой конференции сделан первый шаг в этом направлении. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok